Уже месяц, почти каждый день, я летаю на новом дроне DJI Air 3. И у меня есть что рассказать. Это будет честный обзор, основанный на моем опыте. Вместе с новым другом мы отправляемся в большое путешествие по стране мечты для дрона. Это Норвегия. И здесь дрон пройдет самые жесткие испытания. Холодом, дождем и ветром. Также мы проведем случайный краш-тест. Но это будет в конце выпуска. Сейчас мой любимый дрон на путешествие Mini 3 Pro. В прошлом обзоре я рассказал, почему даже Mavic 3 Pro не смог стать лучшим дроном для меня. Важный вопрос, на который я хочу ответить в конце этого видео. Сможет ли Air 3 стать моим основным дроном? Первое, что меня впечатлило, это новая система связи О4. И новый пульт DJI RC 2. Связь с дроном просто невероятная. Я совсем не ощущал границ в дальности полетов. За все путешествие по Норвегии у меня ни разу не пропадал сигнал. Это позволило снять невероятные видео. На вершине водопада я увидел белых оленей. Даже в своих мечтах я не мог представить, что смогу снять настолько редкие кадры. И эти видео я снимал на новую 3x зум камеру. Но про это чуть позже. Одной из главных целей в Норвегии было увидеть Мардалас 8. Самый высокий водопад Европы. Но карты завели нас в странное место, где было видно только озеро. Я отправил дрон на разведку. И оказалось, что именно с этого озера истекает водопад. И он прекрасен. Самый невероятный водопад, который я когда-либо видел. Мой новый друг помог мне увидеть то, что за пределами моего взгляда. И я смог снять мечту. Кстати, позже я смог залететь в этот водопад на FPV-дроне. Видео про это советую посмотреть в моем инстаграме. Для путешествия мы взяли в аренду электрокар. Норвегия – одна из самых развитых стран в электротранспорте. В автомобильных путешествиях мне больше всего нравится съемка с воздуха. Это самый эпичный ракурс, который можно получить в дороге. Для такой съемки я часто использую режим слежения Active Track. Выделяем машину, запускаем трекинг. И все, дрон сам летит и следит за нами. В новом Air 3 установлено 4 миниатюрные широкоугольные камеры. Это и есть сенсоры препятствий. Также есть миниатюрные камеры снизу. Новые сенсоры видят со всех сторон дрона. В Air 3 установлена самая продвинутая система слежения Active Track 5.0. И я доволен, как она показала себя в дороге. Но нельзя на 100% доверять автопилоту. Мелкие ветки и провода она не заметит. Поэтому для осторожности я попросил Таню контролировать полет. И держать палец на кнопке пауза. С таким предохранителем дрон точно будет цел. Следующий режим, который я часто использую в своих путешествиях – это точка интереса. В этом режиме дрон облетает выделенный объект по кругу. Отличный выбор, если вы хотите показать панораму вокруг себя. Очень важные настройки в дроне – это настройки безопасности. Здесь есть отдельный раздел работы сенсоров. Когда я использую Active Track или точку интереса, я обязательно переключаю дрон в режим облета препятствий – Bypass. Следующей важной локацией в Норвегии был Фьорд Гейрангер. Здесь я нашел невероятную смотровую площадку над обрывом. Мурашки идут по коже, когда я пересматриваю эти кадры. Я настроил траекторию полета дрона и одной рукой зажал стик вперед. Это было максимально сложно. Идти рядом с обрывом, управлять дроном. И в этот момент дрон еще и летит в скалу. Для пролетов рядом с препятствиями я всегда выключаю сенсоры. Иначе дрон просто не пролетит так близко. В остальных случаях для безопасности сенсоры должны быть включены. Основная особенность Air 3 – здесь две камеры. Первая – привычная для нас широкоугольная камера с эквивалентом 24 мм. Эта камера отлично подходит для съемки общих планов. Но когда в путешествиях у нас есть большие фоновые объекты, например, как в Норвегии горы, широкий угол не передает их масштабы и высоту. Здесь на помощь приходит вторая – медиум телекамера 3x Zoom. Эквивалент 70 мм. С этой камерой фоновые объекты становятся в разы больше. Этот отлет снят на обычную 1x камеру. А это уже 3x Zoom камера. Разницу хорошо видно, если смотреть на фон. Самое интересное здесь – этот красивый домик – это туалет. Да, в Норвегии самые шикарные туалеты. Даже если они расположены на вершине горы, где ничего нет. Еще в Норвегии множество ледников. Здесь находится самый большой ледник материковой Европы. Конечно же, нам нужно на него посмотреть. Мы остановились рядом с ледниковым озером Лаватнет. Здесь множество водопадов. И вся эта вода течет именно с ледника. Если переключиться на 3x камеру, хорошо видно языки ледника. И становится понятно, откуда водопады берут свое начало. Дальше на машине нам удалось добраться еще ближе к леднику. И это место оказалось просто нереальным. Благодаря Air 3 у меня получилось снять ледник совсем близко. На FPV-дрон я снял его еще ближе. Но про это потом. Новый дрон по характеристикам в идеальных условиях летает около 46 минут. Но на практике одного аккумулятора мне хватало где-то на 35 минут. Мне нравится, что DJI добавили в Air 3 режим вертикальной съемки. Но сейчас мне приходится снимать два раза. Два одинаковых пролета. Сначала для YouTube в горизонтальном формате. Потом для Instagram и для TikTok в вертикальном формате. Из-за этого я теряю много времени и заряда батареи. Особенно сложно делать несколько дублей для разных платформ, когда ты ходишь над обрывом. Было бы куда проще, если бы DJI открыли возможность записи видео на полный сенсор в соотношении сторон 4 к 3. Так оба формата мы могли бы снимать одним файлом. Уже много лет это доступно в камерах GoPro. Следующей нашей целью была северная точка Норвегии. Лафатенские острова. Здесь мы нашли самое известное поле среди дрон-пилотов. Каждый пилот мечтает сделать фотку этого поля. И у меня теперь тоже есть такая. Эти домики – визитная карточка Лафатен. Но меня больше впечатлила эта дорога. Выглядит правда эпично. Еще на Лафатенах есть невероятно красивые пляжи. Мало кто плавает. Вода здесь ледяная. Когда мы добрались к пляжу, пошел дождь. Он никак не останавливался. Поэтому и рискнул взлететь. Дрон вернулся мокрым. Но все хорошо. Он летает. Я делаю такие полеты уже давно. И пробовал летать в дождь на разных дронах DJI. Пока у меня не было проблем. Но единственное правило – можно летать только в мелкий дождь. И это все на ваш страх и риск. Перед самой важной локацией Норвегии, перед языком тролля, случилось это. Таня была за рулем, а я управлял дроном. Таня попросила у меня помощи на узкой дороге. Я отвлекся, и за пару секунд дрон уже был в деревьях. Не знаю как, но каким-то чудом я все-таки вылетел. И дрон полностью цел. И в этом плане DJI лучше. Они делают просто невероятно качественные продукты. Все видео на Air 3 я снимал в плоском профиле D-Log M. Он доступен на обеих камерах и отлично подходит для постобработки. Для цветокоррекции я использую мои луты для дронов DJI. Максимально рекомендую мой набор для цветокоррекции. Ссылка будет в описании. Я сделал обзоры на все дроны линейки Air. Я долгое время использовал Mavic 3 Pro. Это отличный дрон, но он слишком большой для путешествий. И в нем нет вертикальной съемки для Instagram. Поэтому долгое время моим фаворитом оставался Mini 3 Pro. Но иногда в сильный ветер я не мог сделать на нем плавные пролеты. Поэтому я уверенно могу сказать, что Air 3 для меня сейчас лучший выбор. В Норвегии он прошел все важные испытания для меня. Теперь Air 3 будет моим основным дроном. В честь наших приключений мой Air 3 получает заслуженное имя Фьорд. Теперь я и все его должны звать именно так. Жду ваших комментариев. Напишите, как вам мой новый друг Фьорд. Скоро на канале выйдет новая часть путешествия по Норвегии, где будет много FPV-полетов. Если вам интересно, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok